добрый день друзья с вами канал далее от города и я не на коновал многие дачники такие как я дачники огородники они всегда куда-то спешат и стараются высадить раньше времени все на в огород зная что впереди будут обязательно возвратные заморозки но то что я в теплицу высаживаю середине апреля это нормально если уж и наглянут серьезные морозы у меня всегда и есть конвектор то есть обогреватель который я могу поставить но в этом году я взяла на свой страх и риск посадила рассаду в открытый грунт раньше назначенного срока ведь у нас как майские праздники во всяком случае у нас волгоградской области сопровождаются всегда возвратными заморозками зная это все равно взяла и высадила все в открытый грунт ну потому что некуда было ставить рассаду и и мы ждали детей детей внука на празднике то есть комната была занята рассада и она нам мешала и вот сегодня пожалуйста минус 3 ночью но я хочу сказать видимо заморозки прошли полосой потому что вот в ряд стоит виноград часть винограда лебну ежи виноград и мороза устойчивый не тронут а часть конечно виноград побит зная это вернее как я все время слежу за прогнозом гидрометцентра и я вижу что обещают 5 градусов тепла ночью ну не верю я вот хоть убейте не верю и почему-то прям у меня была интуиция что температура будет не 5 градусов и не 0 даже а чуть ниже я приняла некоторые такие манипуляции которые собственно говоря позволили да да позволили всему тому что выросло у меня на улице пережить вот эти вот возвратные заморозки но думаю сегодня ночью будет тоже самое и так что же я все-таки рекомендую делать но во всяком случае в первую очередь следить за прогнозом и если вы видите что температура будет 5 либо ближе к нулю значит сразу нужно прибегать к некоторым манипуляциям которые позволят спасти ваше растение вот даже сейчас не будем брать рассаду да понятно что я ее посадила раньше времени понятно что поспешила понятно что сделала глупость но ведь у нас помимо того что есть рассада у нас виноград у нас а в цвету сад стоит у нас розы набивает почки так вот все необходимо сделать для того чтобы спасти от заморозков нашу наше растение если вы знаете что накануне будет резкое похолодание и вплоть до заморозков конечно же я рекомендую в первую очередь а защитить ваши деревья потому что сейчас многие в цвету сейчас завязываются будущие плоды ягоды и вот самый лучший вариант спасти деревья от гибели плодов от гибели это провести эффект дождевания и обильное питье влагозарядка когда у нас наступит мороз то вода влага будет испаряться и тем самым защитит деревья это проверенное средство и куда эффективнее чем сжечь костры мне сегодня подруга позвонила в 5 утра и говорит ты видела я говорю конечно видела и уже успела выскочить и посмотреть что да как так вот она говорит что все то что и вчера полила и опрыскала водой стоит как будто ничего не произошло все то что не тронула очень хорошо и сильно побила но мы живем в пойме и еще раз хочу сказать у нас порой полосой проходят заморозки где-то сильнее где-то слабее а где-то вообще они не проходят вот я сижу сейчас на фоне своих цветочков которые высажены были конечно же до майских праздников и и комнатные цветы и за них я тоже очень сильно переживала и за вербену а переживала и за лобелию которая по краям запяту не бархатцы хотя части из них выдерживают слабые морозы но не всегда как говорится и так все вчера прошла вечером полила и все вчера опрыскала но это не единственное что я сделала а есть два препарата которым я доверяю два препарата которые можно использовать до заморозков и после заморозков или до или после и также можно и до и после одновременно то есть за сутки до заморозков и на следующий день через сутки после заморозков что это за препараты это препараты и пин экстра и препараты hb 101 nb 101 ну вот я по привычке еще говорю hb 101 потому что свое время читала но совсем другой перевод ну это натуральная вита лазера супер энергия для ваших растений а и пин экстра универсальный антистрессовый адаптоген и так как ими пользоваться и вообще это и другое средство помогает спасти саженцев случае когда гибель растений не вызывает сомнения допустим и пин экстра у нас был разработан nb 101 в японии и вот учеными допустим и пинг этот препарат способствует укрепления иммунитета всех культур в том числе и овощных адаптоген биологический стимулятор работает стрессовых ситуациях а снижение температуры это и есть стрессовая ситуация как его использовать ампулу один миллилитром на 5 литров воды и за сутки опрыскать все свои растения 5 литров будет достаточно чтобы много чего обработать и ну можно использовать и сделать два раза по 5 литров все что вы боитесь может побить морозы сами понимаете вот даже сейчас идет выгонка у роз они стоят такие бордовые уже в цвет дает виноград ну в общем не все так хорошо как хотелось бы ну вот у нас волгоградской области май всегда сопровождается вот майские праздники сопровождаются всегда с заморозками хотя конечно могут быть и позже а могут быть и не быть но к сожалению из года в год одна и та же ситуация и так и pin extra за сутки до наступления заморозков или на следующий день после проходим обильно может деревья можно цветы можно виноград в общем все ваши растения малину все обработать и pin extra для того чтобы вернуть растение к жизни готовый раствор желательно подкислить на 5 литров воды щепотка буквально щепотка лимонный сагута вы солите до сначала воде растворить а потом подкислить обработку делать только рано утром либо поздно вечером днем не надо этого делать а когда я решила снять это видео я решила посмотреть вообще что некоторые блогеры рекомендуют и была удивлена тому что некоторые дают такую информацию что томаты перчик переносит баклажаны переносит заморозки минус 5 там минус 2 они уже при нуле градусов покрываются коркой и честно говоря реанимировать такие уже побитые морозом и баклажаны и перчик достаточно сложно но не бойтесь проводить эксперименты вы можете использовать и pin extra вы можете использовать вот nb101 кстати nb101 делается одна капля 1 2 капли на литр воды но я не встречала у меня огромный круг общения опытных дачников огородников и даже профессионалов но я не встречала чтобы люди какими-то методами и какими-то средствами могли восстановить им побитые морозом томаты баклажаны либо сладкий перчик не встречала возможно кто-то обладает такими способностями но среди моих знакомых и у меня многолетний опыт не получилось если уж дал мороз и если уж побила рассаду к жизни и вернуть будет невозможно что касается nb101 то при понижении температуры растения не будут повреждены заморозками и буду далее расти набирать лиственную массу и бутоны могу смело сказать регулярная подкормка опрыскивание вот этим препаратом nb101 помогает растениям пережить любые неблагоприятные условия поэтому я всегда рекомендую под рукой держать и pin extra вот nb101 ну кто-то использует циркон я не использую циркон и эффект вот обливание дождевания эффекта влагозарядки это очень хорошее средство особенно для деревьев когда вот стоят уже в цвету большие деревья и идут заморозки как спасти как вернее не спасти а предостеречь уберечь но только вот эти методы помогают накрывать не получится разжигать устроить устраивать дым ну вот у нас поселке нельзя этого делать возможно можно купить тлеющую шашку которую зажечь и она обволакивает до листики и таким образом способ может спасти от сильных заморозков деревья сейчас конечно идет борьба не за рассаду рассаду можно поехать на рынок и купить сейчас идет борьба чтобы спасти урожай яблок вишни персиков абрикосы вот это конечно очень печально что каждый раз когда вот это все начинает цвести завязываются плоды всегда наступают морозы и вообще друзья мои не бойтесь экспериментировать и пробовать разные средства пробуйте новые удобрения подкормки стимуляторы виталазеры как мы убедились растения по-разному реагируют на стимуляторы в общем-то как и люди кому-то из нас при понижении температуры помогает процитамол а некоторым уже нужно вызывать скорую помощь но вот такое вот видео посвященное возвратным заморозком и от тому как спасти ну будем так говорить честно не рассаду а наши кустарники ягодники деревья чтобы в этом году после возвратных заморозков все-таки был хоть какой-то урожай я с вами прощаюсь всего доброго друзья до свидания